В общем то, что такое пидорас меню? Пидорас меню это вырезанное меню из щитов, которое позволяет стопить игроков, накидывать на них слоумо и всячески издеваться над ними, то есть да, вы можете подключиться к абсолютно любому игроку и сломать ему игру, звучит устрашающе? А то, ведь в какой то момент это меню попало в руки сообщества. Если раньше этим меню пользовалось только маленькое количество игроков, отдельная маленькая группа, то в какой то момент об этом узнал весь Crime.net. О начале самой опасной эпидемии читеров в Crime.net, а также как с ней бороться, далее в нашем видеоролике. 29 ноября 2019 год, на канале Столун появляется видео под названием «Полиция Payday», и оно было довольно популярным по статистике просмотров, и популярность этого видео стала началом догадок о существовании такого чита, ведь данном видео Столун лично показал, как он работает. Само «Долбайкменю» существовало еще в читах, но использовать его отдельно додумались не сразу, однако стоило этому произойти, как опасность данного чита выросла в геометрической прогрессии. Если раньше людям нужно было заменять файлы игры, чтобы читы нормально работали, то сейчас для этого нужно просто кинуть файл к папочку mods, и все будет шикарно работать. Уже тогда, после выхода видео, в Crime.net появились игроки, что демонстративно обиделись на разработчиков и решили испортить игру всем окружающим. Какое отношение обычные игроки имеют пидорасам overkill'ам, непонятно. Хотя бы сейчас искать логику в поступках обезьян с гранатами, кем по сути все эти долбоебые являются. Но этих обезьян стало еще больше после выхода видоса квадратного хуя, в котором он, призывая людей добивать игру, оставил ссылочку на это чит и даже показал, как он работает, что и стало отправной точкой к началу хаоса. Особенно меня позабавил момент, где он застопил новичка на ювелирке и говорил ему, что игра параша, зачем он в нее играет и так далее, будто он имеет право распоряжаться деньгами чужих игроков и решать, во что им играть, а во что нет. Однако, даже если вы и забаните игрока с читом, ваша игра в любом случае будет уже сломана и поиграть нормально у вас не получится. И с учетом того, что само долбоеб меню долгое время было чуть ли не в открытом доступе и что всякие бакланы потом сливали его в сеть, напряжение сообщества быстро накалялось. Пускай знали об этой уязвимости далеко не все. Никому не хотелось резко на середине катки вылететь из игры по велению обиженки с читами, однако достаточно быстро игроки обнаружили, что есть один способ противостоять наплыву новой эпидемии. На самом деле решение к нам пришло от сообщества, то есть да, темная сторона сообщества сделала чит, а светлая вакцину от этого чита. Все что нам понадобится это две модификации, а именно анти-стоп и анти-краш, по названию и так понятно что они делают. Анти-стоп не дает вас застопить, отзеркаливать все эффекты которые на вас накинули с помощью чита, непосредственно в отправителя. То есть он попытается вас застопить, а в итоге застопится сам. Вот такой блять бумеранг. Второй мод это анти-краш, он не дает вас крашнуть. Более того он пишет в чате, кто попытался вас крашнуть, чтобы вы могли этого человека забанить нахуй, ибо нехуй крашить рандомных людей в лобби. Безусловно данные моды не панацея, потому что читы так же как и моды обновляются, а поскольку это чит который долгое время был закрыт, то есть его нельзя было просто взять и найти, обычно его получали через знакомых. Может быть уже есть новая версия, которая снова может всех крашить. Однако пока ее не сольют в открытый доступ, комьюнити не сможет с ним бороться. По крайней мере мне так кажется. Я не разбираюсь как работает движок, я лишь надеюсь, что сообщество знает что делает. С самого выхода полиции по идее я дал себе слово когда-нибудь сделать данный видеоролик. Я знаю, некоторые могут посчитать, что лучше о таком не рассказывать. Кто знает, может найдется еще человек, который попытается испортить игру другим, используя данный чит. Однако суть данного видео не в том, чтобы просто рассказать вам про этот эксплойт, а в том, чтобы показать решение, как вам можно защититься от данного чита, и откуда у него растут ноги. Даже если и найдется фанатик стол, на что скачать читы и будет руинить людям катки, вы сможете защитить по крайней мере себя и своих друзей. Я не призываю вас распространять данный видеоролик, я призываю каждого, кто играет в Payday, рассказывать своим друзьям об этих модификациях. Ведь они опять же могут уберечь и вас, и ваших друзей от беззаботных читеров с раком мозга. Ну а с вами был Краби Гангстер, спасибо за уделенное мне время. Честь имею, господа. Я веселый говноед, и не надо мне конфет. Шоколад не нужен мне, я мечтаю о говне. Ночью, когда люди спят, и седьмые сны глядят. Я ныряю в унитаз, и плыву как водолаз. У меня с собой собок и такой большой мешок. Я дерьмища наберу, с голоду я не умру. Я фекальною водой умываюсь, и порой, когда нет проблем с дерьмом, принимаю ванны в нем. Если кто в дерьме живет, тот об этом не поет. Что же каждому дано, нам судьбой свое говно. Мир заполненный дерьмом, засирается кругом. Стол готов и там и тут, хорошо, что люди срут. У меня на чистоту аллергия за версту.